Продолжение следует... Спасибо, Боже. В 17 главе, 11 стих, я прочитаю вторую часть, то есть Б, и потом прочитаю 21 стих, первую часть. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы едины. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Очень хорошие слова. Если Иисус молился об этом, представляете, как это было важно? Как это было важно? Он знал, что такое команда. Он знал, что такое сила команды. Потому что если были бы все по отдельности, наверное, не было бы этого всего. И вот само слово «единство» — это как взаимосвязь. Взаимосвязь, которая впоследствии образует взаимодействие. Я учился в школе и любил футбол с самого детства. И когда я играл за свою команду, у нас было очень много побед. А было очень много побед. Почему? Потому что наш тренер, он всегда настраивал нас перед игрой. Он всегда говорил нас, что вы должны быть командной. Вы должны быть вместе. Вы должны играть слаженно. У вас должны быть одни мысли для того, чтобы победить. Для того, чтобы показать свою силу. В футболе есть такое понятие, как командный дух. Везде, в любой сфере есть определенные люди. А в частности, это в команде являются капитаны. Они являются лидеры, которых выбирают. Последствия которых поддерживают команду перед игрой. Они настраивают их на игру. И в самом процессе так же происходит, когда капитан ведет команду. Он показывает. Ну и соответственно тренер направляет людей, если происходят ошибки. И вот командный дух, это конечно же, как понятие, как единство. Это настрой на победу. Это психологический настрой. Общее уважение друг к другу. Поддержка. Одинаковое понимание игры. Общая цель. И любовь ко всей команде. Павел Филиппийца писал и призывал нас во второй главе, во втором стихе. Он говорил, дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Я вот давно видео смотрел. Мне оно очень нравится. Ну и футбол вообще это такая вещь, которая доступна всем и понятно. И видео, которое, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует вот этот командный дух, настрой. Общее это единство. Перед тем, чтобы идти потом в мир, чтобы благовествовать и все дальше делать. Давайте мы с вами посмотрим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как они это делают? С каким они рвением это делают? Представляете? Какую показывают они слаженность? Какая у них общая цель? Какой у них стремление? Они показывают там поддержку. Если кто-то падает, они ободряют друг друга. Они помогают друг другу. Бывают ошибки. Кто-то допускает ошибки. Падают. Но очень важно в эти моменты не опускать руки, а поддерживать людей. Быть вместе. Быть слажен. А представьте, если бы ребята, те, которые вышли на это поле. Я представляю, конечно, что они вышли и победили. Я даже не знаю видео. Но я думаю, что это было именно так. И если бы ребята, они бы не послушали бы. Если бы они бы не настроились на их. Если бы они пропускали все это мимо ушей. Навряд ли бы у них что-то бы получалось. Вы знаете, это все хорошая очень иллюстрация нашей жизни сейчас. Нашей жизни во Христе Иисусе. Сегодня здесь мы приходим. И нас каждого ободряют. Вот как этот мальчик, говорят, проповеди учителя, перед нами распинаются. Все нам объясняют, настраивают. А дальше мы выходим и идем в мир. И вот, слушаю ли я? Хочу ли я быть командой? Хочу ли я быть в единстве? Чтобы идти и побеждать. Чтобы побеждать и стремиться к одной цели. А цель наша это небеса. Потому что если бы каждый из этих мальчиков по отдельности бы играл. Повторюсь, у них бы ничего привыкло. И это так. И Иисус об этом говорил. Будьте едины. Будьте едины вместе. Знаете, на поле там есть травмы. Это как в нашей жизни это есть испытание. Там есть, может быть, разочарование или какие-то обиды, когда ты пропускаешь гол. Там есть радость, когда ты забиваешь гол. Там есть усталость, как в нашей жизни. Там есть, конечно же, это лень. Иногда не хочется делать. Иногда духовное здоровье. Но что очень важно? К чему я это все веду? Что дает мне эта единица? Единственное, очень важно. Это поддержка друг друга. Направлять друг друга, помогать друг другу. Настраивать на победу. Каждый день мы выходим на это футбольное поле. Под названием «Мир». Где нам забивают голы. Делают подкаты. Но важно в эти моменты ободрять, поддерживать и направлять друг друга. Я очень много этих слов говорил, наверное, раза три-четыре. Потому что знаю, что повторение, мне кажется, это больше для запоминания. Пусть нас в этом Бог благословит быть вместе и стремиться к одной цели. Спасибо.